Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала Обнинск ТВ. Эта программа «Будем вкусно есть». Меня зовут Георгий, и сегодня по традиции у нас в гостях в нашей передаче один из известных жителей города Обнинска, Калужской области. Человек с большой спортивной карьерой. Многие из вас, кто смотрит эту передачу, знают эту прекрасную девушку, по-другому я не могу назвать. Но для тех, кто не знает, прошу познакомиться Анастасия Дзюндзяк. Здравствуйте, Анастасия. Для тех, кто, допустим, увидел вас, скажет, ну вот, красивая девушка, пришла на передачу, молодец, Георгий позвал, окружает себя красотой. Друзья, не только красотой, а еще и профессионализмом, потому что Анастасия, всех регалий мне запомнить просто не удалось, я записал коротко. Кем является Анастасия? Анастасия мастер спорта мирового класса по спортивной гимнастике, финалистка Олимпийских игр Атланты 1996 года. Вот, артистка цирка Дюсалей, вот, это еще список не заканчивается, и неоднократная чемпионка Республики Узбекистан по спортивной гимнастике. Сейчас Анастасия у нас в городе Обнинске занимается воспитанием молодого поколения юных спортсменов, правильно? Да. Вот, у вас есть своя танцевальная, спортивная, цирковая студия, называется она «Лимбер», и об этом, обо всем мы сегодня с вами будем общаться, а также покажем несколько удивительных хронологических кадров вашего выступления, вот, которые мы нашли, а также поговорим и о ваших воспитанниках, одна из которых сейчас очень часто мелькает на всех телевизионных федеральных каналах, благодаря вашему профессионализму, да. Так, но, тем не менее, многие наши телезрители смотрят передачи не потому то, что какие-то очень знаменитые люди, а то, что эти знаменитые люди, очень известные, умеют что-то вкусно готовить, вот. Сегодня мы с вами будем готовить блюдо под названием… Ханум. Ханум. Это среднеазиатское блюдо, это из узбекской кухни, в просто, в простонародье называется «Ленивые мантели». Ну, наверное. Наверное, да. Либо штрудель, по-моему, его называют, но это он делается с яблоками, но принцип один и тот же. Мы будем использовать мясо, лук, картофель, все это, всю эту прекрасную начинку, мясо, кстати, у нас будет баранина, мы завернем в тонко раскатанное тесто, сделаем что-то в виде рулета мясного, ну, если просто так назвать. Итак, Анастасия, готовить умеете? У вас остается время еще и готовить? Ну, бывает. Да, с таким… Итак, что мы будем делать? Сейчас вы тоже дома готовите ханум иногда, бывает? Бывает. Да, но не по такому рецепту, который я сегодня не прошу. Да, да, почаще я готовлю, конечно, манты, вот, и с тыквой, потому что мне они больше нравятся, более легкие. Ну, ханум, конечно, готовлю, но с мясом буду первый раз готовить, потому что всегда… Я вас научу. В Узбекистане мы брали на базаре именно с картошкой. Ханум – очередной шедевр восточных кулинаров, который настолько прост в изготовлении, что его может приготовить даже начинающая хозяйка. В то же время это вкусное и красивое блюдо может с достоинством украсить ваш праздничный стол. Это простое в изготовлении блюда относится к узбекско-национальной кухне. Есть множество вариантов его приготовления, равно как и масса звучаний названия. Ханум, ханон, хунон, ханим, хунан. По составу блюда напоминает всем известные манты с той разницей, что ханум готовят целиком, скатывая рулетом, а не лепят поштучно. Итак, Анастасия, начнем. Вам нужно будет раскатать тесто. Сначала мы его сделаем. Да, замесить тесто, а я буду заниматься мясом, то есть самой начинкой. Все в приготовлении очень просто, поэтому в большей степени мы уделим внимание вашей персоне. Расскажем. То есть сейчас вы делаете тесто. Тесто какое нужно сделать? Обыкновенная мука, соль, вода. Все без яйца. И без яйца. Есть варианты, что с яйцом можно, даже на молоке, но все будет очень просто. Начинаем. В пропорциях, если не сложно, говорите. Ну, я всегда делаю пропорции, честно говоря, на глаз. Правильно. Вот, поэтому как бы... Пол-литра воды и на глаз. На глаз, да. Мы будем... Сейчас это должно быть солененькое. Я тем временем нарезаю мясо. Это нога ягненка. Вот, очень свежее мясо, очень хорошее. Самое главное, вот в приготовлении, Анастасия, манты, когда вот готовятся, многие пропускают мясо через мясорубку. Вот, что категорически запрещает... Я, например, нет, наоборот, когда я вижу это, я считаю, что большая халтура. Да. Мясо должно быть обязательно кубиками. Кубиками нарезано. Вот, что, собственно говоря, я сейчас тоже буду и делать, я нарезать буду мясо кубиками. Можно, так сказать, нарубить просто мясо. Правильно? И побольше лука, чтобы было посочнее. Анастасия, ну вот у меня к вам такой вопрос. Как давно вы здесь уже приехали в Россию? Да, как вы попали? Потому что вы, все, практически ваша, весь опыт, талант, который вы наработали, вы наработали его, тренировались в Узбекистане. Да. Вы и выступали на Олимпийских играх за Республику Узбекистан, представляли. Вот. Как вы попали сюда? Ну, в 2003 году я закончила институт. И, как бы, так как у меня не осталось никого в Узбекистане, я поехала в Россию попробовать себя. Я уже тогда работала в цирке, в Узбек-госцирке. Там, конечно, тяжело с этим совсем. Хорошо. А по приезду в Россию? Ну, в России я занималась, да, я работала в цирке. Мы находили с партнершей себе агентов, ну, и чтобы выезжать, работать, зарабатывать деньги. Потому что без российского гражданства на работу никуда не брали, тем более в цирк. Потом пришло какое-то время, тренировалась я в Москве на базе Афины, спортивного клуба гимнастики. Я периодически на бревно залазила, ну, потому что скучаю. Сейчас проходит чемпионат на нас, кубок губернатора, то есть. И я зашла тут в зал и говорю, как я по этому скучаю. Для приготовления ханума вам понадобится тесто, начинка и посуда для варки. Варят ханум в специальной мантышнице. Можно воспользоваться пароваркой. Тесто готовится точь-в-точь, как на манты или на пельмени. Вода, соль, яйцо, мука. Приготовленное тесто нужно накрыть салфеткой и дать постоять около часа. Выбор начинки для ханума похож на выбор начинки для пиццы. В ход идет все, что есть в холодильнике. Классическая начинка для ханума – мясо с луком и картофелем. Можно взять мясо с морковью, с капустой, с тыквой, с луком. Наконец, просто мясо с кусочками жира. Можно приготовить овощной ханум. Главное правило – овощи нужно мелко порезать, либо натереть на мелкой терке. Далее все на ваше усмотрение. Комбинации могут быть самыми различными. Капуста с морковью и луком, тыква с луком, картофель с луком, цветная капуста с зеленью, болгарский перец с баклажанами, ну и так далее. Овощная начинка может быть как сырой, так и слегка обжаренной в масле. Разделим тесто на части, раскатаем каждый в тонкий пласт. Чем меньше будет тесто, тем вкуснее получится ханум. На раскатанный пласт выложим начинку и завернем тесто в рулет. Рулет сворачивается в кольцо и варится на пару от 45 до 60 минут, в зависимости от вида начинки. Мантышницу или пароварку нужно обязательно смазать маслом, иначе рулет прилипнет ко дну. Вверх рулета сбрыскивается водой. Анастасия, ну, теперь, когда наше блюдо готовится, у нас есть время поговорить с вами. Я хотел бы вас спросить про вашу школу танцевальную, про школу Лимбер, танцевальную... Студию. Студию цирковую. Вот сколько времени вы уже существуете, сколько ваша эта студия существует, кто туда ходит, если в действительности кто-то захочет посетить? Ну, студию мы открывали еще когда-то в Ритме вместе с Надеждой Буковой и с Антоном Буковым. Но у нас-то не получилось, и она существует, в принципе, два года, но она существует как под именем. А работаем мы, в принципе, ну, вот на Комарову 8 в Кванте, получается, где-то полтора года, в марте будет два. Вот как-то, вот что нам дали зал, и мы уже вот непосредственно полтора года занимаемся в этом зале. Вот, а до этого оно существовало имя, но ее таковой-то не было. А кто у вас занимается? Вот, допустим, у вас есть ученики. У нас занимаются все. У меня была идея открыть эту студию для того, чтобы... Я разговаривала, когда с руководством, что есть, как бы, да, спортсмены, которые... Ну, вот, вышел их, как говорится, срок, там, кто-то получил травму, например, на той же гимнастике, да, как там было у многих. И дети теряются, они не знают, куда себя одевать. Они хотят, но уже из-за того, что возраст, и плюс еще, например, там, травмы, или какой-то пошел у них сбой, да, а энергия есть, и им хочется что-то делать, и вместо того, чтобы они находились где-то на улице, я вот пришла к такой идее, чтобы открыть вот такую студию, чтобы любой человечек, которому было бы, хотелось бы заняться и спортом, и чем-то таким интересным, разнообразным, можно сказать. Потому что цирк – это такой вид, которым можно прийти и в 20 лет, и достичь очень многого. У меня был знакомый, который был фотографом, а в 26 он открыл, что он, оказывается, клешни. Клешни – это человек, который забивается во все стороны. И он начал работать профессионально артистом после вот таких вот открытий в своем миру, грубо говоря. Я знаю, далеко не каждый у нас сейчас телезритель знает то, что в вашей школе уже есть талантливые ребята, которые могут показать что-то вот из того, чему вы их научили. Я сейчас подвожу речь о девочке под именем Елены Соловьева. Вот она, вы ее личный тренер, я так понимаю, она у вас занимается. Правильно? Да, и надеюсь, будет дальше заниматься. Для тех, кто не знает, дорогие друзья, ученица Анастасия Елена Соловьева сейчас участвует в конкурсе, в котором практически знает вся наша страна. Это конкурс «Синяя птица», конкурс «Юных талантов России». И Елена прошла в финал, она выступала, как это у вас называется? Воздушные полотна. Воздушные, на воздушных полотнах. Я предлагаю сейчас нашим телезрителям посмотреть отрывок из ее выступления. Пожалуйста, посмотрите. И дальше мы перейдем уже к обсуждению вот тех самых моментов, что там делала Елена и как вы к этому пришли. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Анастасия, вот мы сейчас посмотрели выступление Елены Да, действительно, завораживающее выступление Тем более то, что это делает девочка 7 лет Все те трюки мы привыкли видеть уже от профессиональных, можно так сказать Акробатов, гимнастов и еще что-то, девочка Это все без страховки было Да У меня такой вопрос, как так, это не опасно Это вот какие тренировки Это, конечно, опасно Но я считаю, какой тренер, наверное, такие должны быть и дети В принципе, я страховку никогда не использовала, работая на воздухе Это только тогда, когда заставил сам Цербюсалей прицепить себе лонжу Но это настолько сложно, потому что ты должен думать, как бы тебе не зацепиться и в лонжи не замотаться Поэтому как бы тут идет основа рук, да, твоих узлов Ты должен надеяться на себя Еще есть такой момент, когда есть лонжа, да, ты можешь понадеяться на лонжу, но лонжа может тебя сломать Такие тоже бывают случаи Поэтому тут идет вся концентрация на твои руки, на твои узлы Ну, и твою силу Сколько Елена у вас уже занимается? В марте будет два года То есть за два года можно ребенка подготовить к такому чемпионату, допустим Не каждого Нет, у второго будет, во-первых, стремление В первую очередь должно быть стремление И неважно, есть там данные или нет Если ребенок хочет, если ему это интересно, да, то, конечно, можно добиться Можно добиться результата Анастасия, чья была идея, чтобы кого-то из ваших учеников отправить в участие «Синяя птица»? Потому что только Елена такие результаты показывает Нет, есть много ребят, да, есть и мальчики есть На самом деле я телевизор не смотрю, у меня времени нету, очень редко И я даже не знала про этот проект И когда Надежда Букова мне скинула в ВКонтакте информацию и сказала, почему вам не попробовать Мы ехали туда, не зная, что там, оказывается, профессионалы Мы соревновались и соревнуемся сейчас, на данный момент С детьми, которые непосредственно растут в цирке У которых занятия каждый день, шесть раз в неделю, по три часа Не как у нас, так как у нас нету зала, да, и вот как нам дают время, есть время, возможность Мы тренируемся два раза в неделю Поэтому я думала, мы пойдем соревноваться с такими же, как мы Вот есть одаренный, да, ребенок И мы вот решили попробовать Когда столкнулись, что там цирковые Я, честно, не ожидала, что нас выберут Потому что все-таки цирковые шесть раз в неделю тренируются И мы два раза в неделю Как бы это большая разница Большая, да, разница Здесь уже, там профессионалы уже Там профессионалы, потому что там дети с трех лет тренируются Как мы выяснили потом Вот, поэтому Ну и поехали мы вдвоем Мы подали заявку двух девочек У нас еще есть Даша Мазаркина Которая тоже и есть стремление, и есть красота Ну, так как один человечек должен попасть на этот проект Оказывается, с каждого коллектива То тут выбрали Лену Ну, во-первых, девочка маленькая Во-вторых, более сложные трюки Потому что Даша у нас пришла чуть позже Даша, наверное, даже года нет, как тренируется Вот, поэтому мы были удивлены, что нас выбрали Пригласили Елену Конечно, рады У нас было минимум это показаться Показаться, да А оказывается, мы прошли финал Оказывается, да, прошли финал Ну, наш город Обнинск будет болеть За Елену, за вас, за вашу команду Чтобы вы все-таки победили Вот, заняли почетное призовое место Будем вот так назвать Победить в таком многообразии, конечно, талантов очень сложно Потому что там направленности всякие разные Да, да И вот уже ваше достижение В плане того, что вы воспитываете таких молодых спортсменов Это очень высокий показатель Но самое главное Вашим ученикам есть на кого равняться Потому что вы достигли тоже очень больших высот в своей спортивной карьере Вот, и пожелаю вам теперь уже как наставнику воспитывать достойных преемников в вашей профессии Так, у меня еще есть такой вопрос Вы также победительница помимо спортивной гимнастики Вы сейчас занимаетесь и выступаете на конкурсах Вот, тоже всероссийского масштаба Вы выигрываете в них Вы чемпионка по, по-моему, я сейчас могу ошибиться Полспорт Полспорт Да Многие сейчас скажут, что такое полспорт Это что такое? Это из такой... Акробатика на шесте Акробатика, да, на шесте Называется полдэнс Полдэнс это танцы Танцы, да Но у вас именно акробатический У меня именно спорт Спорт, да Это уже совершенно другое Вы победительница По-моему, в 2013 году Да В 2013 году вы заняли... Вы чемпионка по этому виду спорта Чемпионка России Также вы чемпионка и в Калуге у нас В Калужской области То есть выиграли, по-моему, так Ну, это после четырех месяцев только начало моего этого У нас есть выступление Кстати, вот этого чемпионата, где вы выступили На мой взгляд, это одно из самых ярких ваших выступлений И когда ты смотришь на эти кадры Я сейчас предлагаю нашим телезрителям посмотреть это выступление Иногда прям аж дух захватывает Как так возможно? Неужели это возможно? Что вот такая хрупкая девушка Красиво так может такое исполнять Дорогие друзья, давайте вместе сейчас прочувствуем Вот эти моменты красивого исполнения Вот этих пируэтов гимнастических, можно сказать Но это, заметьте, это воздушная акробатика сейчас Это немножко другое Да, это воздушная акробатика, дорогие друзья По-моему, это на... Как у вас это называется? Воздушная петля Воздушная петля, друзья Реет в высшем дне И замер олимпийский огонь золотой Будет земля счастливой и молодой Нужно сделать все Чтобы вовек олимпийский огонь не поймать Солнце стартует в небе Как белый крас Это яркий день Мы надолго, надолго забудем с тобой Будет земля счастливой и молодой Вот этот чемпионат, который только что мы посмотрели Это был чемпионат Это всероссийский кубок Который проходит в Москве ежегодно два раза в год В мае месяце и в ноябре месяце То, что было, да, на воздушной петле Это был 14-й год, где завоевала, конечно Это чемпионат по воздушной акробатике Да, да Там и полспорт есть Там и все эти снаряды разнообразные Последний, вот, заключите нас в прошлом году Я выходила на четырех видах Но на четвертый не успела Потому что получила травму У меня вопрос Насколько этот вид спорта травматичный? Ну, это зависит в первую очередь от тебя От меня? Нет, от своего человека То, что вы смотрели, да, это не травматичный спорт А где зависит от людей, которые поднимают, отпускают Здесь немножко, да, есть риск Потому что не все люди знают, как правильно это сделать И бывают рывки Вот как у нас произошло неудачно немножко И второй вот вопрос Вы до сих пор, вот, вы продолжаете участвовать в соревнованиях? Либо хотите свою карьеру уже Когда завершить свою карьеру? Хотите как участница уже всевозможных соревнований И полностью отдаться в воспитание нового поколения? Не могу ничего сказать Но год пока я как бы на отдыхе После травмы у меня реабилитация Потому что была сложная травма Но я сказала своим соперникам, что после сорока ждите меня Я приеду выступить Отлично И все вершины еще взяты Анастасии Поэтому мы будем наблюдать за ходом вашей спортивной карьеры Ну, и у меня такое вот как бы есть Слово, если можно сказать, да Мы в этом году делали фестиваль Танцевали цирковой И очень мало народу к нам пришло Многие не знали, потому что Ну, не было, может, возможности там увидеть где-то рекламу в газете В следующем году, в семнадцатом Мы планируем это сделать в апреле месяце Так что мы всех приглашаем на него И посмотрят на это искусство Хорошо До выхода, то есть до начала вот этого мероприятия Я вас уже заранее приглашаю Мы еще раз с вами приготовим что-нибудь И уже тогда подведем итоги Мы будем уже знать, как выступила Елена Соловьева Вот Я надеюсь, что она займет призовое место Вот И также и анонсируем ваш концерт Согласны? Принимаете приглашение? Да Отлично Друзья мои, мы сейчас прерываемся Дальше Одно из самых вкусных блюд Азиатской кухни Ану Дорогие друзья Наш ханум готов Как мы узнали об этом По приятному запаху Который распространился На всю нашу телекомпанию Сейчас мы его порежем Вот И начнем пробовать В принципе, тесто Тесто уже готово Как... Анастасия, как вы думаете? Я сейчас... Я думаю, что должно быть готово По нашему роду Конечно, готово Я сейчас отрежу Вот эту горбушечку я убрал И отрежу Самое вкусное Друзья Помимо того, что Анастасия Дюнзяк Прекрасная Прекрасная женщина Добрая Она еще и профессионал Она Тот человек Которым Наш Калужский край Должен И будет Гордиться Я благодарю вас За то, что вы Посетили нашу передачу Вот Жду вас в гости Уже в следующем году И большое вам спасибо Спасибо Дорогие друзья Это была программа Будем вкусно есть Смотрите нас На телеканале Обнец ТВ Дорогие друзья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин